У взяточников необходимо отбирать незаконно нажитое имущество, так считает Владимир Пудин. Сегодня он провел заседание Совета по противодействию коррупции. Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги. Кроме того, Владимир Путин заявил, что ждет от МВД современных и действенных подходов в борьбе с коррупцией. Это прямо связано с вашей повседневной работой, что называется, на земле. Это такая неведомственная задача, она общенациональная, государственная. Более активно прошу действовать и на других ключевых участках, имея в виду борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией. Рассчитываю, что вы продолжите активную результативную работу и по такому значимому для страны и общества направлению, как борьба с коррупцией. Российский Минюст внес в фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального список иностранных агентов. По закону иноагенты признаются организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Директор фонда Иван Жданов заявил, что фонд финансируется исключительно гражданами России и назвал происходящее очередной попыткой задушить ФБК. Политик уточнил, что никаких официальных документов фонду пока не предоставили. В августе Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании денег. По версии следствия, на счета фонда вносились средства, которые, цитата, «заведомо были приобретены преступным путем». Суды заблокировали счета фонда, его сотрудников, а также самого Навального. Сотрудники ФБК утверждали, что полученные ими деньги – это пожертвования сторонников. В сентябре в рамках дела по всей России прошли масштабные обыски. Полиция пришла к соратникам Навального почти в 30 городах. Все это, конечно, является политической атакой на наш фонд, чтобы мы прекратили делать наши расследования, чтобы мы замолчали, испугались. Но мы, конечно, не будем останавливаться и будем бороться дальше за интересы и права граждан нашей страны, того, чтобы Конституция работала, чтобы суды были независимыми, чтобы мы могли отстоять наши права, несмотря на эту воровскую власть. 112 следователей. Знаете, о чем речь? Нет. Я вам сейчас расскажу. Которые бросили на московское дело или что? Не на московское дело, а на дело об отмывании денег в фонде борьбы с коррупцией. 112 следователей. Вы думаете, людям просто нечем заниматься или действительно там настолько сложное дело? Фонд борьбы с фондом борьбы с коррупцией. Это коррупция наносит ответный удар. Конечно, ну конечно, она вся отмобилизовалась и наносит ответный удар по фонду борьбы с коррупцией. Логично, фонд борьбы с коррупцией борется с коррупцией, и коррупция не сходится в стороне от этой борьбы. Я думаю, что все эти люди, им есть что терять в борьбе с коррупцией. 112 следователей. Им есть за что сражаться. Тогда маловато 112 как-то. Ну это как бы авангард. Это авангард к кавалерии еще не подошло. А, ну то есть будет. Я думаю, что все еще будет. А если серьезно, вы верите в то, что ФБК, фонд борьбы с коррупцией, может быть причастен к чему-нибудь, где есть слово об отмывании? Нет, ну логично предположить, что люди, решающие бороться с коррупцией, должны в первую очередь думать о своей собственной чистоте и непорочности, за исключением каких-то спецслужбистских провокаций, да, где, ну там, у нас спецслужбы работают. Значит, они вряд ли допустили бы сами сознательно какую-то такую оплошность, потому что, раз уж начнешь бороться с коррупцией, сам ты должен быть особенно чист и непорочен. Но это абсолютно политическое дело, ну как бы даже смысла нет никакого всерьез эти обвинения и подозрения обсуждать. Значит, в чем действительно повинен фонд борьбы с коррупцией, это в создании сети штабов и региональных активистов, которые координируются в той или иной степени. И горизонтально, штабы Навального, и горизонтально, и вертикально, это настоящее гражданское общество, и, ну, достаточно, скажем так, не обязательно всегда с политической повесткой, Иногда с общественной повесткой, но, тем не менее, очень серьезная и растущая общественная организация, общественно-политическая организация. Ее гасят, как до этого гасили все другие независимые общественно-политические организации. Точка. Антикоррупционное законодательство и практика его применения отвечают мировым стандартам. Принято немало действенных антикоррупционных мер. Внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости изолировать от общества коррупционеров. Субтитры создавал DimaTorzok